Приворота Сделать посредством приворота Сделать так, чтобы Тот молодой человек Мужчина Стал моим Так вот, можно ли действительно Добиться так, что, например, женатый мужчина Который любит свою жену У него нет даже Мысли там Он не смотрит на других женщин Сделать так, чтобы он Перестал смотреть на свою жену И вдруг, как говорят Влюбился в другую Объясняю В принципе, при условии Если человек не дружит с Богом В два счета Я вам советую посмотреть Или точнее даже почитать Купить Акафист Киприяна и Устины С историей жизни Киприяна и Устины Кто был такой Киприан Я тоже имя нашел Киприан Киприан был самым великим волхвом То есть, экстрасенсом По-современному выражаясь И вот к нему поступил заказ От юноши Аглаида Приворожить Иустину Он очень хотел Ну, ее взять Как говорится, в свои возлюбленные Мы назовем это очень мягко В общем, чтобы она была его А вот Иустина была верующей женщиной Девушкой точнее Целомудренной девушкой Которая решила посвятить жизнь Свою Богу И что произошло? Кстати, Киприан Он даже с самим дьяволом встречался И дьявол дал ему лучших из бесов Самых сильных Бесы ведь это бывшие ангелы божии И они в иерархии определенной находятся Есть самые низшие лики Как говорится, ангелов Более высокие и так далее Их всего девять ликов Ну, по старшинству будем говорить так И функция Их служение Божие Богу и людям Оно тоже разное Так вот Иустина испытала Испытала Такое страстное желание Отдаться Аглоиду Что просто умоляла Бога Ей устоять Молилась Иисусовой молитвой Но она физически Испытала Вот это влечение К Аглоиду Но благодаря защите Божией У дьявола Не удалось Ее соблазнить О чудесах Которые там происходили Почитайте В истории О Киприане В стене Можете в интернет Зайти и почитать Вот Кстати, Киприан Тогда и убедился Что дьявол Лжец Говорил, что все в его власти Он все может Он и сказал Девол Что ж ты мне дал лучших А они креста боятся А каково тогда Они боятся того Кто на кресте Дьявол его за это Хотел убить Оскорбление Ударил Киприана Тот упал И дьявол Хотел его добить Но Киприан Сказал всего лишь Одну фразу Бог Иустины Спаси меня Он не знал Кто такой Бог Иустины И Господь его спас И он стал Величайшим Ну скажем так Вот Верующим Да Которого Бог одарил Вот Такими Скажем Способностями Да Вот Что мы ему Христиане Православные Молимся О защите Как раз От демонических сил Именно От демонических сил Потому что Он знал их Не понаслышке Он с ними Сотрудничал И он тоже Современным языком Выражается Экстрасенс Вот вам Описанное И церковь Они это Делают А просто В личной Жизненной Историю Знаю Историю Моей семьи Точнее Скажем так Имея ввиду Не мою Личную Семью Но и Моих Родителей Так что Это да Это опасно И Не одна Не только В моей семье Но и у моих Родственников Были такие Истории Вот Это опасная вещь Защититься Можно только Одним Нам всем Защита Только Господь Бог Без Бога Как говорил Серафим Сороский Самый Малый Из бесов Может Землю Мизинчиком Перевернуть Если Бог Попустит Так что Только Благодаря Богу Мы можем Избежать Приворотов Заказов На смерть На болезнь И на любое Другое Наше Несчастье Которое Может Быть Заказано Другим Человеком Через Экстрасенсов Но Киллерами Будут Бесы Они Вам Если Надо И кирпич На голову Случайно Уронят Случайности Не Бывает Несчастье 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 Несчастье